всем привет сегодня речь пойдет о моем рюкзаке это рюкзак national geographic модель я вот здесь укажу с которым я ходил последние три года это был мой первый рюкзак с самого того момента когда я начал заниматься видео я довольно долго выбирал и совершенно случайно наткнулся на эту модель она мне очень понравилось я на самом деле думал что и рюкзаки от national geographic довольно таки дорогие но на самом деле оказалось что я был неправ этот рюкзак я купил за 100 долларов по тому курсу я если честно уже не помню сколько это было и за эти деньги это наверное лучшее что можно найти на рынке рюкзак состоит из двух отделений верхнее отделение предназначено в первую очередь для вещей которые нуждаются в быстром доступе то есть это возможный телефон документы в принципе можно сюда положить камеру если в нижнем отделении уже нет либо положить вторую камеру конечно же есть отделение для ноутбука сюда влезает без проблем 15 дюймовая прошка макбук и думаю что даже наверное 17 дюймовый сюда тоже влезет так выглядит главное отделение этого рюкзака тут собственно для чего он предназначен это перенос фото-видео оборудования место здесь на самом деле немного но в целом сюда у меня помещалась моя камера fujifilm x-t4 в клетке с боковой ручкой два объектива и пара аккумуляторов nfp и нпф и стандартные фуджифилмовские аккумы фильтры и все остальное я обычно рассовывал по вот этим двум карманам они на самом деле не особо большие но тоже туда можно положить и несколько фильтров powerbank и блокнот походный для заметок по бокам у него есть два ремня вот таких и сюда я обычно цеплял либо штатив либо стабилизатор стабилизатор у меня небольшой же юн выбил с и на самом деле для меня это просто находка потому что он очень компактный если в собранном виде он занимает формат по 4 листа то другие стабилизаторы они уже значительно отличаются размером их довольно сложно убрать рюкзак особенно если у тебя на несколько объективов пара камер это отделение рюкзака можно модернизировать можно полностью убрать из-за него все перегородки или модифицировать их расположение и это очень удобно потому что можно этот рюкзак использовать также и поездках в обычных и положить туда одежду например джинсы футболку и банные принадлежности по бокам у него есть тоже два отделения они достаточно крупные как раз у меня тут культ от моего марика мини ну и соответственно в этот карман тоже можно сам маленький убрать что еще удобно на самом деле полевых условиях здесь есть вот такое вот кольцо обычно за него я цеплял флягу с водой это довольно удобно потому что мало какие рюкзаки имеют вот такие вот кольца опять же можно сюда прикрепить что-то из оборудование например клетку повесить если она не не влезает само отделение снизу опять же здесь есть такие вот назовем это ленты на них можно закрепить штатив но каким бы этот рюкзак хорошим не был всегда есть к чему стремиться и все мое оборудование уже перестала в него влезать поэтому я решил сменить его на другой позже я расскажу о новом рюкзаке с этим мне пора уже прощаться я выставляю на продажу и возможно кто-то из смотрящих это видео захочет его себе приобрести ссылочку на авито я оставлю внизу ну или можно мне написать в instagram вот таким получился мой первый обзор извиняюсь за может быть какую-то скомканность абсолютно к нему не готовился это мой первый раз записи себя на камеру обычно я стою в другую сторону ее и пытаюсь как-то расслабить людей которые смотрят вот в объектив на самом деле это сложно для меня это сложно и буду учиться работать с камерой думаю что наговорил всякой но тем не менее таким вышел мой первый ролик любит убит